всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта harley-дэвидсон road king classic 97 года такое последнее видео уходящего года наш любимый с вами road king мотоцикл мечта пакет рубашка которой уже наверно больше десяти лет ну в общем все как вы любите я предлагаю нам сегодня с вами подвести такие кратенькие итоги по результатам скажем так мото сезона и вообще вот этого года в целом для канала да и вообще что у нас происходило так кратенько пробежимся и может быть даже приведем с вами какие-то цифры смотрите в этом сезоне не так уж много я проехал на самом деле 7000 километров отпуск был короткий там порядка двух недель но этого хватило чтобы получить еще массу впечатлений и эмоции и познакомиться лично с некоторыми адептами из нашего замечательного хорлея депчатом это вот на суздале прямо такое достаточно яркое событие этого сезона было кроме того в этом сезоне уже ближе к концу я прокатился наконец-то на мотоцикле для страданий на мизантропском и понял что не так уж это все плохо также осенью я прокатился на road glide и ну road glide на 95 моторе в принципе то что я ожидал от него то я и получил вот в целом в целом весь вот этот мото сезон он был ну неплохой и что радует то что с мизантропом с алкотреша с гардж мы встречались прямо ну часто очень часто и мы продолжаем вот этот ритм набрали ему прям регулярно там не раз в месяц там раз в полтора мы с ним встречаемся летом благодаря мизантропу спасибо ему за это отдельное мы познакомились поближе с андреем севером до который ездит на мизантропском скажем так проекте который в свое время делал мизантроп но дело для другого человека на так сложилось что андрей север этот мотоцикл приобрел и ездит на нем и можно сказать наслаждается познакомились поближе с кузьмичом до его чопером познакомились стоим приезжал пашек вот в общем приезжал пинки даже не приезжал уехал пинки вот этот розовый мотоцикл который достаточную долю критики собрал но вот эти события они такие яркие игры в сезон да вроде как немного проехал но событий в этом году прям было очень очень много и ну это прекрасно ну и давайте наверно немножко пробежимся по цифрам статистики для канала для чата да именно цифры приведем смотрите за 2023 год аудитория канал мистер на ютубе она резко возросла прибавилось порядка на 14 тысяч человек ну резко вот с июля мы сначала набрали 5000 подписчиков потом ближе к осени мы набрали 10 тысяч подписчиков и в итоге в итоге мы осенью набрали 15 тысяч подписчиков и сейчас аудитория канала уже на сегодняшний день вот конец декабря составляет более 17 тысяч подписчиков и это здорово это хорошо это говорит о том что мы куда-то движемся куда-то развиваемся и это говорит о том что интерес нам даже может быть сторонних людей он все-таки к мотоциклизму есть да и может быть благодаря этому проявляется больше интереса к марке харлей-дэвидсон пропаганда мотоциклов марки харлей-дэвидсон это одна из целей канала мистер чининг на ютубе и мотоциклизм тоже мы пропагандируем потому что сначала нужно пропагандировать мотоцикл а потом уже харлей-дэвидсон и я вам не навязываю харлей-дэвидсон нет ни в коем разе кому надо тот останется с нами кому не надо он пройдет мимо и может быть уйдет в мотоцикл другой марки как бы это ничего страшного моя задача провести вас вокруг харлей-дэвидсона а вы уже сами решите что вам с этим делать остаться с харлей-дэвидсон или идти в другую марку мотоцикла вот тут кстати стоит отметить что несмотря на то что нас становится больше до аудитория растет но некоторые люди все равно уходят мотоцикл другой марки ну как бы ничего страшного и я надеюсь у меня есть такая надежда что они рано или поздно все равно вернуться но тем не менее связь с этими людьми не теряем и какого-то радикальной доставки ненависти нету нет но в большинстве случаев харлей побеждает вот но люди которые уходят это мотоцикл марки honda они переходят на хонду с harley дальше цифры голые голые цифры по каналу мистер чейнк на ю тубе значит за этот год было выпущено около 90 роликов шорт ну шорт это маленькие типа тик токи они бесполезны но они так взбодрили можно сказать канал и ну такой знаете для меня творческое открытие потому что ну и делать попроще и я так принципе втянулся и пару пару шотов неделю я стараюсь выпускать было выпущено порядка 50 роликов полноформатных вот видео с гаража про путешествие встречи с мизантропом технические видео еще какие-то там встречи да вот все вот эти видео до их порядка 50 штук получилось ну получается одно видео в неделю плюс-минус выходило проведено было около сорока наверно 3-44 прямых трансляций каждая трансляция у нас в среднем идет два с половиной часа при среднем количестве зрителей 26 человек но сейчас зима на прямых трансляциях народу стало побольше потому что народ уже не катается народ скажем так сидит по гаражам по домам и посматривает видосы на ю тубе поэтому на прямых трансляциях народу присутствует побольше про трансляции на трансляциях у меня там внизу таки висят штучки до собираем донат но донат и скажем так цель стримов то не донаты а цель стримов чтобы пообщаться с аудиторией повеселиться развлекая себя развлекая вас кто-то к нам приходит кто-то заглядывает периодически но постоянные люди у нас на стримах одни и те же присутствует какая-то там своя скажем так какой-то костяк образовался так вот по поводу донатов большинство донатов уходит на изготовление атрибутики и атрибутика это рассылается адептом чата абсолютно бесплатно все кто у нас есть harley депчате до ссылка на который находится в описании к этому видео они знают что у нас есть атрибутика да и я периодически туда выкладываю информацию о наличии до или отсутствии той или иной атрибутики и благодаря вашему интересу к атрибутике мы скажем так в этом году благополучно расширили линейку и у нас помимо если раньше были да все начиналось с наклеек потом появились нашивки а к нашивкам в этом году прибавились значки прибавились наклейки другого формата прибавились брелки прибавились магниты и прибавились, ну, постоянно, постоянно что-то прибавляется, что-то, что-то вот есть, чего-то нет, но постоянно какая-то атрибутика есть, атрибутика отправляется адептам, повторюсь, абсолютно бесплатно, от вас надо, чтобы вы были адептом нашего чата, связались со мной в телеграме и за ваш счет, за ваш счет вы оплачиваете только доставку, за ваш счет происходит доставка, сама атрибутика она не стоит ровным счетом ничего то есть когда у меня есть возможность да есть вот эта атрибутика я ее отправляю поэтому про продажи атрибутики я думаю что под вопросом под большим не надо там ничего продавать вот и все-таки знаете раздаю бесплатно это наверное меньшее что я могу сделать в благодарность своей аудитории которая меня активно поддерживает да и вот это вот всю движуху дальше перейдем к цифрам телеграм-канал телеграм коня точнее телеграм-чат в начале года нас было там порядка 500 человек в чате а сейчас эта цифра при уже приближается к 800 кто-то скажет что это немного а потому что сам канал которым прикреплен чат там вообще 400 человек подписчиков но вы представьте вот 800 человек соберите в одном месте это офигеть какое количество будет да из этих 800 человек там большинство знаете ну наблюдают поможет читают может не читают может еще уже забыли что подписаны на этот телеграм-чат но все равно какие то и люди новые появляются которые достаточную долю активности там проявляют в этом чате вот это вот такие вот цифры ну наверное которые я вот смог вот как-то оперативно достать и чтобы у вас было представление все-таки в целом вот если посмотреть ну все неплохо куда-то движемся развиваемся и если нас становится больше значит интерес к тому что я делаю и в том числе с вашей поддержкой интерес аудитории есть и кстати по поводу атрибутики за этот год было отправлено ну порядка на 20 посылок с атрибутикой ну там часть писем там на штук на 7 писем остальное все было посылками по сдеку отправлены и география посылок и писем она очень очень обширная это это омск это благовещенск это московская область это санкт-петербург это республика беларусь это смоленск ну вообще в самой различной точке скажем так россии да и ближнего зарубежья атрибутика отправляется и в большинстве своих случаев посылки эти получают по поводу атрибутики еще хочу выразить отдельную благодарность александру хлопчарову который скажем так является дизайнером нашего чата потому что вот большая часть той атрибутики да вот этого дизайна который вы видите в атрибутики это его рук дело и он подходит уже так творчески с креативом и я уже не раз отмечал что прям вот его помощь в этом плане и поддержка но она очень 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 важна и очень нужна потому что но она подталкивают и вот это вот все одно служит скажем так присоединяется к реализации скажем так общих наших целей да это пропаганда харлей-дэвидсон мотоциклизма но в том числе там и алка треша с гараж присутствовать наверно будет в некоторых элементах атрибутики но это все со временем мы разовьем и все к этому со временем мы придем ну и подводя скажем так итоги уходящего года хочу поблагодарить всех участников harley депчата администраторов всех кто смотрит видео на ютубе да и всех подписывается или не подписывается просто смотрят видео до какие-то пишут комментарии я хочу всех поблагодарить за именно ваши комментарии за вашу критику конструктивную за вашу поддержку за идеи для новых видео потому что ну благодаря вам у меня прям мотивация очень хорошая я постоянно думаю чтобы как бы сделать чтобы как бы заснять чтобы скажем так поддержать интерес аудитории и скажем так оправдать ожидания аудитории да какие-то ролики заходят какие-то ролики не заходят вообще но в любом случае методом проб и ошибок мы с вами рано или поздно к чему там придем ну и по традиции да мы завершаем этот год я вас всех хочу поздравить с наступающим новым годом в новом году я вам хочу пожелать крепкого здоровья счастья удачи чтобы у вас и ваших близких все было хорошо чтобы ваши близкие поддерживали ваше увлечение вы знаете да наше увлечение что 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 такое наше увлечение вот чтобы все чтобы мотоциклы до вашей жизни они все-таки доставляли вам больше скажем так позитивных эмоций делали вашу жизнь ярче чтобы мотоциклы были для вас безопасны чтобы на дорогах не было вас никаких эксцессов чтобы дороги были я не могу сказать что вы там прямыми ровные такого не бывает вот но чтобы вы всегда достигали своих скажем так конечных целей в путешествиях и для тех кто досмотрел это видео до конца я напомню что воскресенье 31 декабря 2023 года примерно наверно где-то в 18 20 18 30 по московскому времени состоится последний стрим уходящего года на котором мы с вами я думаю что от души повеселимся оторвемся но самое интересно что там будет розыгрыш первый розыгрыш на моем канале блин первый розыгрыш ну просто приуроченный к новому году вот там будет разыграно 5 комплектов подарков до розыгрыш будет проводиться формате викторийный грубо говоря я задаю вопрос кто первый ответил на вопрос правильно тот получает приз но для того чтобы получить этот приз вам придется быть участником чата harley депчата ссылка на который находится описание потому что по-другому вы не сможете заявить права на то что я вот тебе ответил на тот вопрос вот пришли мне подарок туда-то куда-то потому что на ю тубе ну естественно персональные данные не нужно никому оставлять вот а в чате вы в личку со мной свяжитесь и получите подарки заслуженные честно честно выиграны вот это скажем так первый розыгрыш возможно мы какую-то потом регулярность обретем с этими розыгрышами но его мне нравится стримы потому что они заряжают меня заряжают вас позитивом и мне так вообще они заходят на сегодня все для тех кто не сможет или не будет участвовать в стриме до встречи с вами уже в новом году а кто придет к нам на стрим я думаю что мы с вами там увидимся и еще успеем пожелать друг другу всего самого хорошего в уходящем году и поздравим друг друга с новым годом с наступающим сегодня с вами был мистер ченнинг всем вам большое спасибо за внимание за комментарии за ваше участие за вашу активность за то что вы по-прежнему остаетесь со мной с канала мистер ченнинг участвуйте во все вот этой движухи и поддерживаете скажем так марку harley-дэвидсон но если даже у вас не harley но вам он интересен ничего страшного я верю никто вам ничего как бы не скажет если вас хорда вы ездите на хонде ничего в этом плохого нет вот я говорю потому что в чате даже есть хондоводы у которых нет harley но планы у них на приобретение есть вот ну и наша скажем так задача в чате подвести человека к скажем так к его выбору чтобы он был более осознанным чтобы не было разочарования всем вам большое спасибо за внимание будьте здоровы всем пока